Был ранен. За проявленную отвагу представлен ко множествам государственных наград, в том числе Ордену Красной Звезды. Ну и в нашем Ростовском училище я близко познакомился и даже подружился еще с одним ветераном Великой Отечественной войны. Это был полковник в отставке Сустик Ильич Кадзаев. Когда он на празднике одевал свой китик с боевыми наградами, то казалось, что он даже несколько сгибается под весом этих многочисленных орденов и медалей. Кстати, именно у него я в первый и последний раз в своей жизни видел и даже потрогал орден Александра Невского. Сустик Ильич был награжденным как командир полка тяжелых бордейских минометов за штурм Зьевовских высот в апреле 1945 года. С историей мы знаем, это была одна из самых кровопролитных и обесточенных операций и сражений на завершающем этапе войны. Но когда я расспрашивал об этом Сустика Ильича, то он неизбежно переводил разговор на какие-то смешные истории. Ну, вроде то, что накануне штурма Зьевовских высот маршал Жоков послал его на три буквы. И уже много лет спустя я понял простую вещь. И ветераны, и мой дед, и Сустик Кадзаев, и многие другие, пережив страшные испытания, все-таки остались оптимистами. Именно таким я их помню. Именно таким хочу я быть сам. Я помню, я горжусь. Неизвестный из страницы биографии Героев войны. Слушайте в нашем эфире и узнаете все подробности о проекте на нашем сайте юградио.фм. Реклама Нету места на балконе, не могу окно открыть. Вот бы окна раздвижные, кто-то стал производить. Си-и-и-и-и-и! Уникальные раздвижные металлопластиковые окна от компании САРТ. Раздвижные окна это выгодно, тепло и удобно. Компания САРТ. 322-02-52. 322-02-52. Окна от производителя. Топливо «Шелл» и «Пауэр». Созданы учеными концерна «Шелл» и командой «Феррари». Топливо для бомбов «Формулы-1». Теперь доступно и для вашего автомобиля. «Шелл» и «Пауэр». Забраться драйвом. Ресторанный мир. Гид по отдыху. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова В эфире выпуск региональных новостей. В студии Ирина Авдеева. Здравствуйте. В Ростове продлен маршрут автобуса номер 18. Теперь они будут заезжать в новый микрорайон Суворовский. Причем уехать из него можно будет с 6.30 утра. А последний автобус туда будет отправляться от конечной Сельмаша в 19.00. Сегодня в Ростов прибудет копия чудотворной иконы Богоматерь Донская. В 18.00 состоится крестный ход, который будет сопровождаться колокольным звоном. После прибытия на Соборную площадь икону установят на специальной сцене перед памятником святителю Дмитрию Митрополиту Ростовскому, где состоится молебен. После него приложиться к святыне смогут все желающие. Затем икона будет перенесена с Соборной площади во временный храм, который находится при Соборной колокольне. Отмечу, подлинник иконы хранится в Третьяковской галерее. Однако копия тоже произведение искусства. Именно эту икону казаки поднесли в дар Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой. Также перед Казанским походом перед ней молился Иван Грозный. Кроме того, икона считается чудотворной. На Ворошиловском проспекте перекроют движение. По сообщению городского департамента автомобильных дорог, с сегодняшнего дня по 31 июля для проезда будет закрыт участок от Седова до Баумана. В департаменте уточняют, что прекращение движения связано со строительно-монтажными работами при реконструкции моста через дом. Напомню, что верхний по течению мост будет сдан уже летом, а второй, нижний, строительный...